МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Поддержка государства. Аграрии Республики могут рассчитывать на возмещение затрат на производство и реализацию зерновых культур. Не отходя от рабочего места. Мобильные бригады врачей прививают сотрудников предприятий по просьбам работодателей. С дипломом в кармане. Молодые выпускники медицинских учреждений все чаще возвращаются работать в родные места. Сегодня в Государственной Думе России состоялся отчет правительства страны о работе в прошедшем году. С докладом перед депутатами выступил председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. В рамках обсуждения состояния российской экономики состоялся диалог с Анатолием Аксаковым, председателем Комитета по финансовому рынку. Речь шла о перспективах развития машиностроения. Уважаемый Михаил Владимирович, состояние экономики в значительной степени определяется качеством машиностроения, станкостроения, приборостроения и так далее. Вы недавно были в Чувашии и в его очередь смогли убедиться, что, слава богу, сохранилось текстильное машиностроение. Есть такое предприятие Сейспель, которое выпускает уникальные станки по бездефектному свариванию изделия, используемым в космосе, в военной промышленности, в гражданских отраслях. Есть тракторный завод, который готов реализовать специнвестконтракт, о котором вы говорили, для производства тракторов малой и средней мощности. Я говорю о чем? Что многие предприятия готовы импортозамещать, активно обеспечивать импортозамещение. Но для этого была бы нужна системная работа, в том числе создание равных условий конкуренции. Зачастую нам тяжелее выходить на внешние рынки, чем нашим конкурентам на российский рынок. Вот есть ли такая программа системных мер? Да, спасибо. Конечно, есть. Программа предприятия реализуется. Слово «успешно» я понимаю, что это с какой стороны посмотреть. Но те 60% обрабатывающие, то серьезный прорыв. Когда начинали, было совсем грустно. И, кстати, действительно, мы в Чувашии шли, люди, придумывающие станки. Это было бы замечательное посещение. Во всяком случае, я обрадовался, сколько интересного можно найти, простите, пока еще в остатках промышленного, скажем так, производства, которые сохранились в стране. Значит, цель этой программы, в первую очередь, поддержать и создать качественный продукт, и поддержать наш, в том числе, экспорт. Мы понимаем, что на это, значит, нужно обращать серьезное внимание и финансировать. Фонд развития промышленности на сегодняшний день является очень эффективным инструментом этого развития. Где-то он 100 антиковидных проектов сейчас делал на 30 миллиардов рублей. Поддержанный автопром, я об этом говорил, сельхоз, машиностроение. Поэтому программа развивается. Я буду признателен за любые предложения, которые будут у вас. Мы их обязательно рассмотрим. Спасибо. Число работодателей, желающих привить своих сотрудников прямо на рабочем месте, растет с каждым днем. Там, где нет медицинского пункта, врачей доставляет специальный автобус. На этот раз вакцинировали работников дорожной отрасли. С установлением погоды у дорожников начинается жаркий сезон. Работы немало. На участке федеральной автодороги М7 сейчас идет большая реконструкция. Согласно проекту, в районе села Харкасы появится транспортная развязка с путепроводом для автотранспорта и надземными пешеходными переходами. Это позволит увеличить пропускную способность трассы и снизить аварийность на участке. У дорожников каждая минута на счету. Поэтому мобильные пункты вакцинации пришлись к стати. Сезон начался, а все, теперь только работать надо. Тем более погода хорошая стоит. Самому никуда не надо ездить. Чуть постоял в очередь здесь, и все. Инициатива идет от работодателей. Здоровый коллектив трудится без перебоев. Чтобы графики не сбиться, чтобы никто не болел, как в прошлом году некоторые товарищи переболели, мы обратились к нашим медикам. Без отрыва от производства можно вакцинироваться. Если бы отправить их в больницу Чебухсары, это же время, целый день бы прошло. И просто один день минус. Вот и Андрей Николаев решил не упустить возможность. В салоне автобуса соблюдены необходимые санитарные нормы. Процедура простая – заполнить анкету и пройти осмотр у врача. Прямо здесь и сейчас. Достоинства мобильной бригады дорожники оценили. В дорожной отрасли я уже работаю с 2008 года. Вакцинацию прохожу, чтобы обезопасить своих близких и повысить коллективный иммунитет. Вакцинация прошла быстро. Очень удобно то, что приехала мобильная бригада. Через 5-10 минут немножко будет проверить свое самочувствие, потом без отрыва от производства приступаем к своим обязанностям. Все организовали, все доступно. Приехали на работу, организовали все. Среди моих знакомых, там тяжело переболевшие есть, тоже решили привиться. Думаю, что прививка защитит меня от вируса. Напомним, что с вакцины «Спутник Ви» в республике начали работать с ноября прошлого года. Врачи уверяют, это на сегодня самый надежный способ защиты от вируса. И он доказал свою эффективность. Неудивительно, что темпы вакцинации увеличиваются. Как мы видим, коронавирус очень коварен и очень много осложнений, вплоть до летального исхода. Очень хороший иммунитет сдают антитела. Через 42 дня после первого укола у всех практически хороший иммунитет. Хороший китр антител. Это значит защита от новой коронавирусной инфекции. Самое главное, переносится очень хорошо эта вакцина. Свою дозу защиты получили уже около 90 тысяч человек. Чтобы создать коллективный иммунитет, необходимо привить не менее 60% населения республики. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Программа «Земский фельдшер» расширила свои границы. На государственную поддержку в ее рамках могут теперь рассчитывать акушерки и медицинские сестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. За работу в сельской местности им полагается 500 тысяч рублей подъемных. А если деревня отдаленная, то 750. Программа целевого обучения в Чебоксарском медицинском колледже позволяет готовить медицинских работников среднего звена. Каждый год из его стен выходит более 500 специалистов по различным направлениям. Это в основном медицинские сестры, фельдшеры, акушеры и медицинские техники. Но их не хватает. В 2020 году в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики были увеличены бюджетные места на 25 человек, которые были направлены на подготовку специалистов по специальности лечебное дело для уменьшения дефицита фельдшеров. Скоро теоретические знания этим выпускникам придется применять в работе. В моей семье нет медиков, но когда я училась в школе, у нас был предмет профориентации. И там мы проходили тесты на определение профессии, и мне выпадала тема медицины. Я решила себя попробовать, и мне очень понравилось. Решила пойти ФАП, потому что в районах не хватает специалистов, и мне хочется помогать людям, и там тоже. Диана Иванова родилась и выросла в Маргаушском районе. Помнит, как в ее родной деревне фельдшеры надолго не задерживались. Поэтому ее выбор уже предрешен. Работать она собирается именно там. Однокурсница Анастасия освоила акушерское дело и тоже возвращается домой. Эту профессию я выбрала на самом деле с душой и сердцем. Когда первый раз пошла на практику, увидела, как появляется на свет малыш, то поняла, что эта профессия, она такая чудесная, та, которая как раз-таки мне и подходит. Считаю, что программа «Земский фельдшер» – очень хороший толчок для молодых специалистов. Именно поэтому и сама хочу пойти работать по такой же программе в свой родной район Красноармейский. Договоры о целевом обучении заключили около ста студентов. А это значит, что есть реальный шанс пополнить сельские больницы новыми кадрами. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. В майские праздники из окон Чувашии выпали 20 человек. Среди пострадавших четверо детей. Самому младшему три года он выпал из окна первого этажа в Чубаксарах. Правоохранители и врачи в связи с установившейся в республике теплой погодой убедительно просят родителей не оставлять детей одних в квартире и поставить блокираторы на все пластиковые окна в доме, независимо от этажа. В хозяйствах Чувашии обновляют сельхозтехнику. Поступило уже 134 новых трактора, 16 зерноуборочных и 3 кормоуборочных комбайнов. Из республиканского бюджета сельхозтоваропроизводителям по инициативе главы Чувашии возмещается до 40% стоимости приобретаемой техники. Кроме того, широко используется механизм федерального лизинга. Начиная с 2020 года начали субсидировать 40% затрат на покупку российской техники и на технику, произведенную в странах Таможенного союза. Только в 2020 году техники в Чувашской республике было куплено в 1,4 раза больше, чем в 2019. Если назвать несколько цифр, это более 925 единиц техники, более 200 тракторов, более 70 комбайнов. И этот темп хотим сохранить и в этом году в сравнении к прошлому году. Также в 1,5 раза техники уже закуплено больше, это уже к 2020 году. В прошлом году по программе модернизации сельхозтехники из республиканского бюджета было выделено 467 миллионов рублей. Все они использованы. В этом году на те же цели направлено более 400 миллионов. 300 из них уже реализованы. Закупка новой техники продолжится, ведь большинство машинных парков устарело. Обновление позволит сократить сроки проведения полевых сельскохозяйственных работ, а также снизить потери при уборке урожая и корма в заготовках. Аграриям Чувашии возместят части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Об этом говорили на заседании Кабинета министров Чувашии. На сегодняшний день рост стоимости материально-технических ресурсов ведет к увеличению себестоимости производства зерновых культур. Такая ситуация, в свою очередь, может привести к росту цен на зерно и продукты его переработки. Для устранения подобных рисков в федеральном бюджете заложена субсидия на возмещение до 50% затрат на производство и реализацию зерна. Средства будут сформированы за счет доходов от таможенных пошлин на экспорт пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, рапса, подсолнечника и сои. На возмещение затрат могут рассчитывать и аграрии республики. Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета между субъектами Российской Федерации будут распределены, исходя из объемов производства. Исходя из наведенных объемов финансирования, в соответствии с правилами сельхозам Чувашии будут рассчитаны ставки на одну тонну произведенного и реализованного зерна. По предварительной оценке в 2021 году на субсидии могут претендовать более 500 сельхозтавропроизводителей, занимающихся производством зерновых культур. Среди других вопросов повестки дня – создание спортивной школы в городе Чебоксары. Она появится в здании, закрепленной за спортивной школой Олимпийского резерва номер 5 имени Валерия Николаевича Качкова. И будет специализироваться на развитии игровых видов спорта, в первую очередь волейбола. Им занимаются свыше 33 тысяч человек. Планируется, что набор детей начнется в сентябре этого года. Яна Яранова, Вадим Владимиров, Республика. В Республике проходит конкурс профессионального мастерства зоотехников, селекционеров и мастеров машинного доения коров. За звание лучшего борются 12 специалистов. Селекция – главное направление животноводствия. От успешной работы в нем зависит и качественное поголовье, и производство мяса и молока. В Республике работает 17 племенных хозяйств, и их работу трудно переоценить. У такой-то коровы, допустим, хромает какой-то показатель. Или не очень высокий удой, не очень высокий жир. Значит, мы закрепляем быка такого-то, который улучшает данный показатель. Это все они должны обосновать. У зоотехников свое понимание качества и красоты. Корова на вид очень красивая, но есть один недостаток – задние соски. Чуть-чуть коротковатые, еще и сближенные. А в общем, корова очень хорошая. Молочная. Сочная порода. Голова легкая, шея длинная, молочное направление, ноги крепкие. Эксперты отмечают, что в хозяйствах, где работают зоотехники и селекционеры, надо и выше, чем в обычных сельхозпредприятиях. Племенная работа – это еще и экономическая выгода. Заранее можно предупредить риски и потери. Конкурс проходил два этапа. На втором этапе конкурса оцениваются знания зоотехников селекционеров в области оценки экстерьера. Оценка экстерьера проходит по стобальной шкале. Оценивается общий вид животного, выраженность молочного типа, вымя, ноги. Они проводят закрепление и подбор быков-производителей, чтобы в дальнейшем у потомства исключить вот эти недостатки. Ирина Филипова в конкурсе участвует первый раз. Это проверка ее профессиональных качеств и возможность поучиться у коллег чему-то новому. Я как молодой специалист очень рада, что меня пригласили на этот конкурс, потому что очень интересно работать с такими опытными людьми и узнавать что-то новое для себя. Конкурс продлится два дня. По его итогам жюри отберет тех, кто представит нашу республику во всероссийском отраслевом конкурсе. Он состоится в начале июня. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Александр Отяков. Республика. На этой неделе в Чувашии проходит этап Приволжского федерального округа пятой летней спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике. Соревнования идут на базе Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва номер 6. Честь Чувашии защищают 8 спортсменов, в их числе юноши и девушки. Брусье, бревно, вольные упражнения, опорный прыжок, динамика и гибкость, сила и красота. Ученица Чебоксарской школы номер 57 Катя Андреева занимается спортивной гимнастикой с 5 лет. Каждый день она проводит в зале по несколько часов. Так куется олимпийский характер. Я занимаюсь гимнастикой 8 лет. Мне привели родители. Мне очень нравится. У меня были со мной первые в России. Ну, это уже серьезно. Вот. Спартакиада тоже была один раз. Катя тренируется под руководством Маргариты Владимировны Ивановой. Тренер и подопечная понимают друг друга с полуслова. Катю Андрееву я тренируюсь с 5 лет. У нас с 5 лет набор идет. Но она всегда была такой ответственной, трудолюбивой. И отличалась обязательностью. И скажешь, столько сделать, а она обязательно сделать столько. И потихоньку-потихоньку мы с ней учили новые элементы. Ей это очень нравилось. И у нее пошел рост незаметно. Даже сама не заметила. Свои возможности готовится продемонстрировать и Антон Антонов. Юный гимнаст, 9 лет в спорте. Молодой человек уже дважды побеждал на окруженных состязаниях. В состязаниях принимает участие около 70 юных спортсменов из 12 регионов Приволжского федерального округа. Согласно программе стартов, в течение 4 дней они разыгрывают награды в личном зачете в отдельных видах. А также в многоборье в личном и командном зачетах. По итогам этого этапа, спартакиады, 4 из 10 команд пройдут в финал, который состоится в Казани. Ульяна Питакова, Игорь Зверев, Республика. Это главные новости Чувашии среды 12 мая. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова